День открытых дверей провели в Новосибирском государственном техническом университете, не за горами ЕГЭ. Выпускникам пора определиться с будущей специальностью. Чем интересуются старшеклассники и что предлагает вуз, выяснил Константин Клещин. Будущих абитуриентов очень много. На день открытых дверей пришли осознанно. А главное послание им от ректора вуза – не иметь клише при выборе факультета. Смотреть шире. Не удивлюсь, если, как и раньше, будет большой, хороший набор на факультеты автоматики и вычислительной техники, на факультет прикладной математики. Но я хочу подчеркнуть, что на самом деле есть такие направления, такие специальности, которые, может быть, не так звучны, не так очевидны, но на которых учиться не менее интересно. А главное, что и последующее трудоустройство может преподнести приятные сюрпризы. Например, именно НГТУ готовит инженеров для установки СКИФ, которую планируют строить в Новосибирске. Востребованы и специалисты, вышедшие из стен механика технологического факультета. Это одно из направлений, где самый высокий проходной балл в нашем университете. Были такие года, когда был проходной балл – 275 баллов. Это связано с тем, что ребята очень сильно востребованы. Они имеют очень хорошее трудоустройство, высокооплачиваемую работу, потому что этих ребят сразу ждет вся Академия наук. К слову, ребят, которые уже сейчас ориентируют себя на научную работу, немало. На этом меня больше всего интересует научная база, научная деятельность. Судя по тому, что написано на сайте, у студентов интересные научные публикации, работы. Впрочем, на день открытых дверей пришли и те, кто еще не определился с будущей профессией, а также и те, кто поступают только на следующий год. Для многих ребят важна помощь и поддержка родителей. Мы заканчиваем 10 класс. У нас стоит проблема выбора вуза. Естественно, что НГТУ – это тот вуз, на который мы прежде всего обратили внимание. Его история заслуживает этого. Выбираем мы факультет бизнеса, рассматриваем кафедру технологии организации общественного питания. В этом году в Новосибирской области будет почти 15 тысяч выпускников. Их выход из стен школ пройдет в штатном режиме. В работе вузов также все возвращается на круги своя. Документы у ребят примут и очно, и дистанционно. Константин Клещин, Евгений Павлов. Новости ОТС.